Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Предстоящие выборы, возможно, самые важные за всю историю современной Молдовы. На кону, вообще-то, существование страны как независимого государства. Масштаб задач, стоящий перед будущим парламентом, колоссальный, и его можно сравнить только с теми задачами, которые решал самый первый молдавский парламент, который учреждал страну. Нынешний парламент должен будет страну переучредить, перезапустить. Реформы необходимы практически во всех сферах. Мои коллеги об этом уже говорили. В здравоохранении, в соцобеспечении, в образовании, в местном самоуправлении. Я юрист, я 27 лет занимаюсь юриспруденцией, разумеется, лучше всего разбираюсь именно в этой сфере. Поэтому о ней и скажу. Будет не тесно сказать, что за 30 лет существования Молдавского государства не проводились реформы, правовые реформы. Проводились, еще как проводились. Были освоены десятки миллионов евро, долларов, грантов. Судьи и прокуроры переехали из скромных кабинетов. Я помню эти скромные кабинеты, когда я начинал работу в 1994 году. Шикарные офисы. Теперь они обеспечены компьютерами, оргтехникой, даже лучше, чем некоторые IT-компании. В некоторых категории судей пенсии уже совершенно европейского уровня. Но стало ли больше правды в судах, больше справедливости? К сожалению, ответ нет. Правда и справедливость стали очень редкими гостями в прокурорских и судейских кабинетах. Потому что судебная реформа – это не ремонт здания суда. И не смена вывески фасада, а изменение сути системы. То, чего, собственно, не делали все предыдущие реформы. Молдова подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека в 1995 году. И вот за первые 10 лет, с 1995 по 2005 год, Страсбургский суд вынес в отношении Молдовы всего 26 решений. Это совсем немного по европейским меркам. А за следующие 15 лет уже несколько сотен решений. Вот вам результат, наглядный результат реформ. Конечно, судебные ошибки случаются, они возможны в любой, даже самой совершенной судебной системе. Но большинство проигранных в Страсбурге дел – это не результат судебной ошибки, а результат умышленных преступлений против правосудия. И я считаю, что именно таким было дело против Патрии, когда нас снимали с выборов в 2014 году. Да, спустя 6 лет Страсбургский суд признал, что решение было незаконным. Да, спустя еще полгода и Верховный суд Молдавии вынужден был признать, что решение было незаконным. А разве те люди, которые 7 лет назад снимали с нас выборов, лишали народа Молдовы права выбора, разве они не знали, что они совершают преступления против правосудия, против прав граждан? Убежден, уверен, что знали, но чувствовали, что они выше закона. Никто не должен быть выше закона. Ни судья, ни прокурор, вообще никто. Реформы, которые мы предлагаем, которые мы разработали, большие, сложные, комплексные, я не буду вам сейчас рассказывать детали о них, но суть этих реформ можно выразить двумя предложениями. Очищение системы от скомпрометировавших ее людей, усиление, причем значительное усиление ответственности за незаконные решения и в конечном итоге повышение доверия граждан правовым институтам страны. АПЛОДИСМЕНТЫ Драги коллеги, мы, команда Блок-Уэл-Озары Рната Усатой, Мы имеем визу, как и что нужно делать. Мы имеем в виду реформы, мы имеем воинство политики для реализации эти реформы и мы понимаем, что реформы этой мощности не будут в ману шалбе, а в ману шалбе, а в ману шалбе. А вемка почитайте профессионалы Нечисары пентру, а реализации эти реформы шисинтем си гурьк и вам рюше. Вам молцумес му.